Доброжелательность Потребность в доброте и милости Вот тема, о которой я хотел бы поговорить несколько минут Я задам вам вопрос Нуждаетесь ли вы в том, чтобы получить милость Бога? Нужно ли вам Его прикосновение? Иисус сказал, что только Бог благ Милость и благость — это эксклюзивные качества Бога Многие люди воспринимают эту доброту в своей повседневной жизни Они радуются Божьей милости с восхода солнца до заката Они видят Бога в каждой улыбке, в каждом цветке, в любых благоприятных обстоятельствах Они счастливы видеть и воспринимать милость Бога А другие люди, наоборот, никогда не видят ее У них складывается впечатление, что ни милости, ни благости в их жизни нет Они видят только, что все идет плохо А есть еще люди, которые видят милость лишь эпизодически, время от времени В какие-нибудь счастливые моменты, например, при рождении ребенка Или при чудесной защите в аварии и так далее Но сегодня благость и милость — это именно проявление характера Бога, живущего в вашем сердце Я надеюсь, что ваша жизнь будет расцветать в лучах Божьей милости И это чудесно Милость Бога описана в Писании Она описывается в разных измерениях, проявляется по-разному, чтобы мы могли поверить в нее и принять ее Первое измерение мы видим в 107-м псалме, где написано «Превыше небес, милость Твоя» Первое измерение милости состоит в том, что она превыше всего Она превосходит все дела человеческие Милость Бога всегда больше всего, что мы можем себе представить Подумайте о благом Боге, который выше ваших проблем и сложных обстоятельств Второе измерение Божьей милости также находится в псалмах Я бы назвал его «Длицельность», «Милость его вовек» И еще «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века» Милость вечна. Это необычное свойство, потому что она не ветшает со временем Бога не утомляют человеческие печали и трудности Она не изнашивается, когда отвечает на наши нужды Любовь и милость Бога к каждому из нас вечны, они не изменяются Вы можете положиться на милость Бога Вы можете основывать свою жизнь на ней Вы можете рассчитывать на нее каждое мгновение И знать, что милость Божия превыше всего, что вы можете себе представить Она ободряет и вдохновляет нас жить и действовать В первую очередь потому, что она покрывает и защищает нас Дает нам жить в безопасности Послушайте одну интересную историю Представьте себе человека на берегу Галилейского моря Он расстроен неудачной рыбной ловлей Там же находится Иисус Он говорит к толпе Потом он обращается к этому рыбаку по имени Петр И предлагает отплыть на лодке и закинуть сети Петр отвечает, что они рыбачили всю ночь и ничего не поймали Но все же он говорит Иисусу Но по слову Твоему закину сети С товарищами они отплывают на середину озера Закидывают сети и среди бела дня Чудом получают огромный улов Наполнена их лодка Они зовут своих товарищей и наполняют Тоби лодки Полные рыбой Лодки причаливают к берегу И тут происходит интересное событие Оно описано в Евангелии от Луки 5 главе Петр падает на колени перед Иисусом И просит его «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный» Заметьте, Иисус не проповедовал о покаянии Он не говорил о грехе Но милость Божья Убедила Петра в том, что ему нужно покаяться Когда Бог к нам благ и милостив Нам легко открыть двери своего сердца И признать нашу нужду в Боге Благость и милость Божья вызывают восхищение Поклонение и хвалу Опять же, Псалмы — необычайно богатая книга Полная стихов и песен, вдохновляющих славить Бога Псалмы приводят к поклонению Богу за Его милость Которая чудесно пребывает вовек и превыше небес В 88-м Псалме написано «Милости Твои, Господи, буду петь вечно В рот и рот возвещать истину Твою устами моими» Есть один Псалом 135-й В котором есть припев, повторяющийся в каждом стихе Каждом предложении Звучит он так «Ибо вовек милость Его» «Ибо вовек милость Его» Вся наша жизнь должна быть отмечена Его милостью Нам нужно вспоминать о ней на каждом шагу В любых жизненных обстоятельствах Не будем скупиться на хвалу и благодарность Будем говорить Богу, как Он благ для нас А насколько Он благ для вас Может быть, ваша песня была немного приглушена И больше не звучит, как раньше Когда-то вы воспевали милость Бога Но сейчас, возможно, вы находитесь в трудных обстоятельствах И ваша песня смолкла Я бы хотел ободрить вас Продолжайте повторять этот припев Несмотря ни на что, никто не сможет заставить меня Перестать славить Бога за Его милость Я не все понимаю, не все вижу Некоторые мои молитвы пока без ответа Но я верю и провозглашаю, что Бог благ все время И все время Бог благ Это мое личное исповедание Ну и третье Ранее я сказал, что милость Божия побуждает нас Принести покаяние перед лицом Бога Признав нашу нужду в Нем И, конечно, продолжать славить Его Воспевая Ему хвалу А потом она вдохновляет нас И подкрепляет нашу веру И последнее, что я хотел бы сказать сегодня Основано на драгоценном тексте Писания Который принес пользу уже многим И вдохновит еще тысячам Может быть и вас, слушающих меня Вы найдете это место в книге «Плач и Еремии» Это необычная книга Очень короткая, но полная драгоценного жемчуга И вот одна из этих жемчужин Я вспоминаю о моем страдании и бедствии моем Говорит Еремия Твердо помнит эта душа моя И падает во мне Видите ли, если мы позволим нашим мыслям Сконцентрироваться на проблемах На негативе То они утянут нас вниз Наши мысли вьют гнезда вокруг наших проблем Мы постоянно думаем о них Мы неминуемо становимся опечалены И наша песня хвалы За Божью милость замолкает Но и Еремия продолжает Вот что я отвечаю сердцу моему И потому уповаю По милости Господа Мы не исчезли Ибо милосердие его не истощилось В заключении я хотел бы сказать Что у нас всегда есть выбор Я хочу привести свое сердце в порядок Я хочу оставить позади негативное И принять в свою жизнь позитивное Чтобы моя жизнь была основана На библейских принципах На мощных обетованиях В Божьем Слове В сердце своем Я хочу почитать Бога за Его милость А вам нужна Божья милость? Начинайте уже сегодня искать ее И почувствуйте, насколько Бог благ для вас И спасибо, что смотрите наши передачи Да благословит вас Господь С нетерпением жду наших новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok